Саратов обретает свое лицо. Такой вывод сделал Валерий Радаев в ходе осмотра отремонтированных домов по улице Московская. Восстановить первозданный облик исторических зданий глава региона поручил областному министерству строительства ЖКХ еще в начале года. Самым первым отремонтированным домом стал корпус Поволжской академии государственной службы на пересечении улиц Московская и Откарская. Всего в списке более 150 строений. Каждый из них имеет свою историю, которая берет начало еще с дореволюционной эпохи и представляет особую общественную значимость. К ремонту этих зданий подрядчики подошли по-особому. Проекты реконструкции архитектурных памятников пришлось разрабатывать в специальных учреждениях. В связи с этим сроки завершения работ на улице Московская сместились на до 1 декабря. Сразу после этого глава региона поручил обратить внимание на другие достопримечательности областного центра. Останавливаться Валерий Николаевич здесь ни в коем случае нельзя, Дмитрий Валентинович. Мы переходим и на проспект Кирова, и вообще у нас 400 с лишним зданий архитектуры, памятников архитектуры в городе Саратове. Вот нам надо по каждому с ними, как мы промониторили по дворовым территориям, промониторить. У каждого есть сегодня собственник. Каждый они находятся, понятно, там в разной степени по качественному состоянию, но все они требуют внимания. Проспект Кирова, по словам губернатора, это начало будущего пешеходного кольца, которое планируется построить в Саратове. Уже сейчас готов новый участок, проложенный по улице Волжская. Этот отрезок вели 4 ноября в день народного единства. К сроку сдачи объекта к подрядчику еще оставались вопросы. В частности, по всей территории не хватало урн и были выявлены мелкие недочеты. Однако, по словам губернатора, все недоработки рабочие устранили. Кроме того, укрепили декоративные элементы оформления. Бетонные шары, установленные возле проезжих частей. Напомню, на прошлой неделе неизвестные сдвинули с места 150-килограммовые объекты. И шар в итоге прокатился по всей пешеходной зоне. Глава региона назвал такие проявления вандализмом и дикостью. И отметил, что сейчас подрядчик решил этот вопрос, как следует закрепив шары на пустаментах. У нас была задержка с лавочками, с урнами. Все теперь привезли, все на месте. Самое главное, шары бы никто не катал еще. Да, у нас это в дикое. Один шар 150 килограмм. Ну как ты его поднимешь, да еще находятся такие активные люди, которые в кавычках не знают, куда все это применить, свои силы. Поэтому все, что касается каких-то недостатков, они всегда могут быть или появятся. Это будет устранено. На новом участке пешеходной зоны губернаторы уже ждали те самые рабочие, которые ремонтировали улицу Волжская. Малерий Радаев выразил им благодарность. По его словам, это признание проделанной работы не только от власти, но и от всех жителей и гостей областного центра. Праздник. Продолжение следует...